Вас приветствует фитнес-клуб Визамс, юрист москве Уходска, Наталья Туфина и Наталья Кузнец. Мы покажем вам упражнения для развития мышц, которые можно выполнять в парке, можно выполнять на свежем воздухе, на пляже, но вообще мы считаем, что лучше всего эти залы заниматься в нормальных условиях. Да, и с нашим тренинером, каким-то юристом, с арбитацией. Да, спасибо. Мы немножечко пополкуемся, теперь мы сейчас вынубиться. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Юрий Спасов-Уходский, и я являюсь чемпионом мира по бодибилдингу по версии ВАПа. Сегодня в гостях у фитнес-клуба Бицепс мой друг Михаил Кузьмин, вице-чемпион мира по версии WDPU в тяжелой весовой категории, самой престижной. И сейчас мы находимся на природе и хотим показать для любителей бодибилдинга, как можно тренировать мышцы, находясь на свежем воздухе. И не в зале, а используя турник, брусья. Сейчас Михаил Кузьмин покажет подтягивания за голову. Это классическое упражнение, многие считают его травмоопасным, но это классика, его нужно тоже знать. Поэтому, пожалуйста, разворачиваемся. Может быть, снимем фигурочку, а? Да, конечно. Ну что, поехали. Можно подойти с другой стороны? С пенем. Да, стак. Я видел, что Михаил может еще продолжать и продолжать, но подтягивание такое интересное упражнение, что нужно смотреть не просто на количество повторений, а на вес спортсмена. Если ты весишь 50 кг, то рекомендуется делать три подхода по 15-20 кг. А если твой вес, как у нас с Михаилом, приходит засохнуть, то, в принципе, и 10 повторений – это гораздо больше для работы, чем 20 повторений для более трепетного и стройного создания. Согласен? Согласен. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Михаил Кузьмин. Я многорадный чемпион Украины, вице-чемпион Европы и мира по версии WBPF. Хотел бы порекомендовать Юрия Спасобукоцкого, хорошего тренера, его методику по тренировке пускового тренера. Уточним на всякий случай, что чемпион мира Европы по бодибилдингу, а не по фигурному катанию. В случае, если кто-то не догадается, то мы занимаемся именно бодибилдингом. И сейчас я хотел бы… Мы напоминаем вам, что мы проводим видеокурс «Как тренировать свои мышцы на свежем воздухе». Если вы не ходите еще по красному спортивному залу, просто с помощью турника и брусьев. Я думаю, что классика – это подлог на турничке, да? Для пресса, да? Для пресса, да. Если вы уже имеете сильный пресс, то лучше работать с прямыми ногами. Но некоторые люди еще не настолько накачали пресс, чтобы работать с прямыми ногами. Почему бы тогда не сделать согнутый, вариант более простой, согнутыми ножками? Если же, допустим, с непривычки вы сильно раскачиваетесь, напарник может подержать вас за спиной. Это же пресса. То есть, если опыта еще нет, то человек раскачивается, попридерживаясь за поясницу, можно добиться более стабильного положения тела. С вами были Михаил Кузьмин и Юрис Пасапуковский. Ждите следующих выпусков. Сегодня мы продолжаем нашу рубрику от фитнес-клуба «Бицепс», посвященную выполнению упражнений в рамках методики Юрия Спаса-Кулкуцкого. Сегодня мне помогает мой друг, чемпионка Украины, чемпионка Европы по версии WBF по бодифитнесу Наташа Кузьмин. И сегодня я предлагаю ей порекомендовать нам, какие упражнения для трицепса можно выполнить, допустим, вне зала, даже находясь на пляже или в парке. Можно выполнять очень простое упражнение – отжимание от лавочки на трицепс. Очень легко, ничего для этого не нужно, какой-то лавочка или любой какой-то упор. Приступаем. Сначала Наташа покажет упражнение без дополнительного приглашения, потом я слегка ее придавлю. Работаем. Не спешим. Выдох. 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 И еще опять раз по метрами с помощью. Если это сильно легко, то вы можете немножко продавливать и это еще увеличить нагрузку на все три пучка прицепса. Чувствуешь? Да. Димашку ровно еще раз. Молодец. Встаем. Вот такое вот хорошее упражнение с собственным весом и с дополнительным отягощением. Спасибо. Классно. Здравствуйте. Я хочу вам представить Наталью Кузьмину, чемпионку Европы по версии WBPF по бодифитнесу, многократную чемпионку Украины. Сегодня Наталья пришла на встречу со мной, мы дружим и сегодня мы покажем вам упражнения, которые можно выполнять на свежем воздухе. В данный момент Наташа покажет упражнения в рамках моей методики, методики Юрия Спаса-Кукоцкого, которые можно выполнять на турничке для развития бицепса. Да, Наташа? Наташа, ну скажи пару слов. Тоже. Я хотела бы порекомендовать Юрия как очень хорошего опытного тренера. Вы всегда можете полагаться на его методику и добьетесь очень хороших результатов. Спасибо. Теперь бицепс на свежем воздухе. Подходим. Снимаем. Снимаем пулочку, чтобы можно было видеть, какая бывает спиночка у девушек, которые являются спортсменами этого уровня. Да, спасибо. Жаль, мне запрещено. Понимаете? Да, действительно. На пути не спешим. Делаем так хорошо. Не спешим. Не спешим. Если девушке тяжело, первые тренировки вы можете немножко вот так помогать. Первые разы. Раз. Расканал, расканал. Три. Раз, расканал. Ну, я лично почувствовал, что Наташа может так продолжать до вечера, в принципе. Никакого нет сопротивления. Вот. Что можем посоветовать ребятам, которые занимаются на турниках, на брусьях, они делают это каждый день. Наверное, все-таки это неправильно. Лучше ходить в тренажерный зал. Лучше ходить в тренажерный зал. В общем, без оправдан. Спасибо. 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 Спасибо.